В Казахстане больше 10 тысяч выздоровевших от коронавируса против 16 тысяч заболевших. Однако рост заболеваемости в стране продолжают фиксировать, причем не в отдельных очагах, а по всей территории. В 15 регионах отмечается рост заболеваемости. Наиболее высокий рост отмечен в таких регионах, как Акмолинская область, Туркестанская, Кустанайская, Павлодарская, город Нурсултан. На фоне этой обстановки ввод ужесточенного карантина будет происходить на новых условиях. Раньше учитывали только превышение 7-процентного прироста заболеваемости. Теперь в расчет идет число коек в больницах, предназначенных больным коронавирусом. 90% из них должны быть заняты. А среди самих заболевших высчитывают, сколько других людей каждый из них заразил в среднем. Если показатель выше 1,3%, то это повод к новым ограничениям. Чтобы определить эти цифры с большей точностью, в Казахстане продолжат расширять группы тестируемых. В планах довести уровень проводимых тестов сегодняшних 28 тысяч человек в сутки до 30 тысяч. Для этого будут закуплены дополнительные тест-системы. В течение последующих 10 дней будет проведен закуп 1,2 млн тестов ПЦР. Но в связи с тем объемом ПЦР, который есть, хотелось бы все-таки акцентировать внимание на целесообразности и наличие показаний к тестированию. Этими словами вице-министр просит казахстанцев не сдавать тест без повода, если они не относятся к вводимым категориям тестируемых. Позаботиться о себе можно, соблюдая известные правила санитарного врача. Как рассказала вице-министр, они даже смогли повлиять на распространение других болезней в стране. Сама изоляция, ограничение передвижения благоприятно повлияли на инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем. В частности, корь снизилась в 2,7 раза частота ОРВИ на 10%, а грипп в последний раз регистрировался в апреле месяце. Положительные результаты от ограничительных мер, тем не менее, не повлияют на плановую вакцинацию от сезонных болезней. Например, прививки от гриппа начнут ставить по графику уже с 1 октября.